Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры как-то раз при пророке صلى الله عليه وسلم два человека начали спорить о превосходстве происхождения каждого из них о превосходстве своего рода тайпа, тухум, как у нас говорят один из них сказал я сын такого-то, такого-то другой тоже говорил я тоже сын такого-то, такого-то и тогда посланник Аллаху саламу услышал их спор он вмещался и сказал посланник Аллаху саламу во времена Муса двое как и вы поспорили чей род тухум лучше один из них сказал во времена Муса я сын такого-то, такого-то и пересчитал своих предков до седьмого поколения до девятого поколения а другой спорящий он ответил я тоже сын такого-то, но сын ислама принадлежащий исламу он ограничился на двух и посланник Аллаху саламу говорит Всевышний Аллах отправил откровение в Ахью, в котором говорилось о тот, который пересчитал свой род своих предков до девятого и гордился этим ты знай все твои предки, которых ты пересчитал они в аду и ты десятый вместе с ними за твою гордыню о тот, который ограничился своим отношением пересчитывание своего рода двумя ты знай Аллах доволен ты далек от высокомерия и ты третий вместе своим родом будешь в раю и из этого мы понимаем насколько посланник Аллаху саламу с осуждением относился к такому пониманию как национализм фанатизм проявление гордыни из-за своей принадлежности к какому-то роду духому тейпу и так далее это категорически порицаемо и Всевышний Аллах в Коране говорит уважаемые братья и сестры бисмилляр рахман рахим я айюха аннасу инна халак наакум мин дзакар ва умфа ва джаал наакум шурубан ва каба иля лита арафу инна акрам кум инда Аллах и от ка кум садак Аллаху Аллим Всевышний Аллах говорит обращаясь к нам о люди я сотворил вас из мужчины и женщины сделал вас народностями национальностями разные нации разные народы разные языки цвет кожи и так далее для того чтобы вы узнавали друг друга а не для того чтобы мы проявляли гордыню относительно кого то не для того чтобы принижали а для того чтобы узнавали и но Всевышний Аллах в конце говорит но самый почтенный из вас поистине самый почтенный самый высочайший из вас перед Аллахом тот который больше всех боится самый набожный самый набожный и самый почтенный самый высочайший а не тот который гордится своим родом своим происхождением говорит Всевышний Аллах в Куране говоря о единстве уммата о единстве нашим единении пророк салаллаху алейкум сказал такую важную вещь Манхараджа Мината тот человек который вышел из покорности, подчинения правителю имаму главному дети вышли из подчинения родителям общий такой понятие тот кто вышел из этого подчинения и отделился от общества он откололся этот человек умер на этом пути этот человек умирает глупой смертью которые умирали в доисламском периоде люди до исламском периоде умирали защищая какие-то непонятные принципы кто-то за защищая гордость своего рода кто-то за что-то и так далее за всякую глупость человек погибал и этот человек в равной мере умирает такой же смертью глупой смертью до исламской смертью напрасной смертью умирает этот человек дальше посланник Аллаху говорит тот человек который сражается под темным флагом непонятным флагом проявляя ненависть из-за фанатизма опять-таки из-за того что он принадлежит кому-то чему-то или же призывая к фанатизму к национализму поддерживая фанатизм и его убьют на этом пути то опять-таки он заслуживает напрасную смерть он умер напрасной глупой смертью которые умирали в джахилии в доисламском периоде и дальше посланник Аллаху говорит тот человек который выйдет против моей умы начнет убивать и хороших людей и плохих людей без разбора всех убивать когда начинает этот человек то пусть он знает говорит посланник я не имею к нему никакого отношения к тому человеку и он не имеет ко мне никакого отношения сказал посланник Аллаху поэтому важность подчинения уважаемые братья вот это самое важное понятие в изламе важность подчинения подчинения имаму подчинения главному семей родителям подчинения Неподчинение жены, мужу и так далее. Если этого нету, если мы предстанем перед Всевышним Алланом, то наша жизнь окажется напрасной. Только вот это нас объединяет, уважаемые братья. Желаю всем нам, уважаемые братья, прежде всего, избавиться от вредных таких качеств, таких как гордыня. Самое вредное качество, самое губящее качество — гордыня. Посланник Аллахов сам говорил, тот человек, который гордится своей принадлежностью к какому-то роду, тот человек, который проявляет национализм, он не почует запаха рая. Желаю всем нам избавиться не только от этого, также от других плохих, негативных всяких проявлений, качеств. Желаю всем нам озарить, воспитать свои сердца самыми лучшими нравами. Желаю всем нам объединения. Как Всевышний Аллах сказал, что мы что право и верные являются братьями, братьями и сестрами. Мы мусульмане, и второй принцип — творите мир, добро между двумя братьями, которые в ссоре. Мы должны быть миротворцами. Мусульмане, прежде всего, он должен быть миротворцем. Желаю всем нам творить мир, добро, нести с собой только хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok